Девки звали Гайдука, девки звали Гайдука Парня, парня, Гайдука, суда, парня, Гайдука Пойдем с нами Гайдукчок, пойдем с нами Гайдукчок Парня, парня, Гайдукчок Песня — это отражение души народа. Русская песня пришла на юборскую землю вместе с казаками Ермака. Да так здесь и осталось. Сегодня каждый самодельный народный песенник Алитив Югры звучит на свой лад. в зависимости от того уголка России, откуда тянутся их корни. Это делает каждый ансамбль по-настоящему уникальным и оттого очень ценным и значимым. Подтвержденным тому стал первый окружной фестиваль-конкурс народного творчества «Красная горка». Фестиваль «Красная горка» по задумке организаторов направлен на сохранение, развитие и популяризацию традиционной русской культуры. В 2018 году он был приурочен к празднованию сразу двух юбилеев. У нас отмечает 15-летие музея истории русского быта, который является структурным подразделением нашего музея. И в этом же году наш музейный фольклорный ансамбль «Добро» также отмечает свое 15-летие. И вот руководителю ансамбля пришла такая замечательная мысль отметить эти два праздника большим народным фольклорным праздником. Я думаю, что это правильно, это лучший подарок к обоим юбилеям. На фестиваль-конкурс «Красная горка» заявилось около 100 участников из городов Нижневартовск, Лангипас, Нефтьюгасск, Сургут, Мегион, Урай. А также из села Ахтеурия и городского поселения Новоаганск Нижневартовского района. Несмотря на то, что фестиваль проводился впервые, специалисты отнесли его к разряду уникальных. Он в данное время единственный, который именно основывается на народном творчестве, именно на русской песне, где, так скажем, какие-то минусовки, аранжировки, все сведено к минимуму. Все выставляется, так скажем, в натуральном виде. Народные инструменты, живые голоса, традиционные костюмы. Вот это вот все как раз и нацелено на сохранение народных традиций и пропаганду народного творчества. Нет звукоусиливающей аппаратуры, нет сцены. Сцена, она разделяет, получается, зрителя и артиста. И нет вот этого вот взаимодействия. А как в народе было? Что у нас в народе все артисты на сцене стояли? Вот они пошли на вечерку, сели, запели, подхватили, вышли на улицу гулять. Один запел, второй подхватил. И это было вот... Песня-то и жила за счет того, что в устной традиции она передавалась. А когда есть сцена, это уже все, это уже артист. Это уже не фольклор, это уже не душа. Участники состязались в трех номинациях. Вокальное искусство, инструментальное искусство и народное творчество. Каждая из номинаций делилась еще на несколько направлений. По условиям на концертный номер отводилось не более трех минут. Это было сделано для того, чтобы у зрителей сложилось впечатление, что они присутствуют на большом концерте. Открыла конкурсные прослушивания Эвелина Галеева, шуточной русской народной песней, как у наших у ворот. Юная солистка также является участницей фольклорного ансамбля «Скворечник» из города Нижневартовска. Мне помогала моя руководитель Оксана Викторовна. Я с осенью уже сольно выступаю, мне уже не волнительно. Сольно пою уже полгода. Творческое состязание объединило поклонников не только русской культуры и народного творчества самых разных возрастов, но и культуры других славянских народов. Это были и вокалисты-солисты, и фольклорные коллективы, и инструментальные исполнители. Фестиваль «Красная горка» Для многих маленьких дарований фестиваль «Красная горка» стал первым большим конкурсом, где они могли продемонстрировать свое мастерство. Но оказалось, что и для некоторых взрослых ансамблей со стажем это тоже стало первым серьезным испытанием. Например, в поселке Новоаганск уже 12 лет существует ансамбль украинской песни «Калина». Но вот в творческом конкурсе они участвуют впервые. Мы ездили на фестивали, именно где украинская диаспора собиралась, в Ангипасе были, мы в Радужный приезжали. А по конкурсам мы так вот, но не получалось, потому что я работаю с обидующим отделом, и мне не хватает времени. Я кроме этого еще татарские коллективы веду, поэтому сложно. Так что как куда-то ехать, раз как-нибудь масленица или еще что-нибудь, там какое-то мероприятие попадает. Ансамбль «Калина» стал единственным коллективом, кто представил на конкурсе репертуар украинской народной песни. И хоть задорное выступление порадовало зрителей и членов жюри, художественный руководитель ансамбля Людмила Денисова призналась, что народные песни не их конек. Мы обычно поем и микрофонды у нас, и там фонограммы минусовые записанные. Но есть, конечно, такие вот песни, которые вот раз вот и спеть. Ну, именно народные, поэтому решили эти песни. Ну, скажу правду, у нас лирические песни лучше получаются. Это вот народными песнями мы занялись, наверное, ну, буквально, не знаю, может быть, полгода. Стали пробовать вот этот репертуар. Тяжеловато, конечно, но я думаю, что у нас получится, если мы будем дальше двигаться в этом направлении. А вот образцовая студия русского фольклора из города Лангипаса, руководит которой Олеся Идиатулина, старается не пропускать ни одного конкурса. Однако побед пока у ОТВ коллектива не было. У нашему коллективу уже больше 15 лет, и поэтому, конечно же, у нас был опыт выступления. Но больше, ближе второго места мы еще не получали. Потому что вот именно по той причине, что редко кто понимает, что такое этнография. И раньше это было в одной номинации со сценическим народным фольклором. И жюри было очень трудно нас куда-то определить. Поэтому всегда они нам чувствовали, что мы вроде как все хорошо делаем, но не так, как они привыкли. И поэтому нам всегда давали второе, третье место. Студия русского фольклора из Лангипаса была представлена на фестивале в Нижневартовске полным составом. Это детский фольклорный ансамбль «Вертеп» и фольклорный ансамбль «Первоцвет». Успешному выступлению коллектива не помешали даже технические неполадки. Когда вдруг перед самым выходом на сцену выяснилось, что внешний носитель с музыкой для номера неисправен, и коллективу пришлось импровизировать. Ой, колено, молено, не ровняйся со мной, не ровняйся со мною, я к ёл мамы родной. Главным же гвоздём выступления Лангипаска студии русского фольклора стало театрализованное представление «Сражение на мечах» с элементами реконструкции одежды X века. Совместно с клубом военно-исторической реконструкции «Вальга», который с 2009 года занимается воссозданием эпохи раннего средневековья, 9-11 веков Древней Руси в городе Лангипасе, образцовая студия русского фольклора создала сказ о крещении земли русской. Подготовка была, конечно, сложная. Мы собирались чуть ли не каждый день, хотели, конечно, победить, прорваться. Но были данные направления на конкурс, и мы решили, что будем участвовать чуть ли не в каждой номинации. Хотели победить хотя бы в одной. Я ещё хотела заявиться сольно, но вот не получился у меня больной немножко голос. Действительно, лангипасцы приняли участие практически во всех номинациях фестиваля конкурса «Красная горка». Так, головной убор Орловской губернии, изготовленный лично Олесей Идиотулиной, участвовал в номинации «Народное творчество». Стоит отметить, что эта номинация была самой малочисленной – всего 15 изделий. Тем не менее, здесь были представлены конкурсные работы из самых разных материалов и с применением различных техник изготовления. Это и глина, и бесерплетение, лоскутное шитьё, традиционная кукла и игрушка. Части народного творчества заявок немного меньше, но они тоже разнообразны. Они представляют и текстиль, они представляют и украшения народные, и игрушку, причём сделанную из разных материалов, и целые сценки. То есть очень разные, мы не ограничивали, вообще не ограничили творчество никак. Вот это вполне нормально для первого конкурса, 15 участников, это вполне хорошо. Поэтому будем надеяться, что в следующие годы, когда участники почувствуют своё отношение к ним и внимание со стороны организаторов, и передадут это всё из уста в уста, то тогда получается, в следующие годы, конечно, участников должно быть больше. Небольшое количество участников дало возможность членам жюри поощрить каждого конкурсанта. А что касается музыкальных номеров, то тут тоже из-за множества направлений и разных возрастных категорий диплом победителя не обошёл ни одного участника. У нас была единая система, десятибальная, у нас было всё по-честному. То есть каждый из нас выставлял свои оценки, записывал критерии, потом это всё складывалось с нашей, так скажем, комиссией. В принципе, у нас хватило мест для всех, потому что у нас были как лауреаты 1-2-3 степени, так же были дипломаты 1-2-3 степени. Поэтому у нас по номинациям, в принципе, все дипломы разошлись. Ай, у него слова, муравейка милый мой, попляши, как ты со мной, ай, у него попляши, ай, у него попляши. Эвелина Галеева стала лауреатом 1-й степени в номинации «Вокальное искусство» под номинацией «Аутентичный песенный фольклёр». Воспитанники Олеси Геатулиной завоевали четыре награды – два диплома 2-й степени и ещё два 1-й степени в разных подноминациях. Сама же Олеса стала лауреатом 1-й степени в возрастной группе с 26 лет в номинации «Народное искусство». Гран-при первого окружного фестиваля народного творчества «Красногорка» получил образцовый художественный фольклорный ансамбль «Добро». Когда я там сидел и отсматривал для других членов жюри концертные номера, я получил колоссальное удовлетворение, колоссальное. Потому что вот эта самая картинка, вот этот фестиваль, вот этот праздник, который опять же эти люди, эти дети, их руководители несут на своих хрупких плечах и преподносят нашим жителям, наших городов свою культуру православную. И тут им даётся возможность показать это на фестивале, на конкурсе. То есть видно, что это всё делается искренне, и это их даже, я где-то замечаю, что это их образ жизни. Они не просто подготовили к фестивалю, они живут этим. Первый окружной фестиваль-конкурс народного творчества «Красная горка» завершился большим галоконцертом. Буквально каждый его номер зрители встречали овациями. Кстати, многие записывали выступления самодеятельных артистов на свои телефоны. И не столько для семейного архива, сколько для того, чтобы разучить понравившиеся народные песни. Первый окружной фестиваль-конкурс народного творчества «Красная горка» никого не оставил равнодушным. И, безусловно, каждый из участников привёз с собой не только заслуженную награду, но и массу впечатлений и опыта. Такого количества талантливых и любящих свою русскую народную культуру, детей и взрослых, пожалуй, не встретишь больше нигде. И будем надеяться, что окружной фестиваль-конкурс «Красная горка» станет доброй традицией. Субтитры создавал DimaTorzok